Всем привет, друзья! Сегодня у меня настроение приготовить что-то вкусненькое на ужин и показать вам. Я отправилась в магазин и решила, что сегодня буду готовить рыбу. Был, конечно, огромный выбор рыбы, но я целенаправленно искала карпа. Вот такой красавец. Логично и полезно было бы на ужин рыбку запечь, конечно, но я решила ее зажарить. Объясню почему, потому что к жареной рыбе я хочу сделать восхитительный острый соус. Для начала нужно ее почистить. Покажу вам уже готовый результат, потому что в этом грелище приятного мало. Теперь его нужно разделать. Теперь каждый кусок наполовинку, чтобы было удобно жарить. Все эти плавники я не удаляю, они очень классно хрустят. Теперь солим рыбу. Разогреваем масло. На самом деле, чем больше масла, тем вкуснее. Рыба быстрее прожарится, останется сочной, само собой более хрустящей, зажаренной и больше масла она не впитает. Обваливаю рыбу в муке и на сковородку кожей вниз. Зажаренный хвостик это просто деликатес для меня. Надо не прозевать и вовремя переворачивать рыбу, а пока что приготовим соус. Чеснок. Посмотрите, какая у меня здесь красота есть. Перчик чили зеленый и лайм мне еще понадобится. Мелко режу чили. Мне, как всегда, лень надевать перчатки, но потом не буду знать, куда деть руки от того, что они горят огнем. Немножко воды. Чуть-чуть рыбного соуса. К соли уже не добавляю, потому что он соленый. Это будет такой соус в тайском стиле. Сок лайма. И официально заявляю, что у меня сегодня вечер кинзы. Сама не ожидала, но я в нее просто влюбилась. Буду добавлять и в соус, и в салат, который покажу чуть позже. А пока что рыба уже поджарилась, и можно ее снимать на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло. И меленько нарезаем. Еще чуть-чуть лайма добавлю. И все, мой зеленый соус готов. Сначала я хотела готовить три блюда, но потом подумала, что обойдусь двумя, хватит. Кстати, в соус я добавила еще перцы чили. Я попробовала безумно вкусно, прям Таиланд напоминает. Но остроты мне чуть-чуть не хватило. А салат у меня будет безумно вкусный, грузинский, с кинзой и ореховой заправкой. Это просто нечто. Вот такие все яркие овощи, огурцы уже вкусные, помидоры коктейльные я беру. Они, кстати, тоже нечеток. И уже столько зелени, всего вкусного, яркого, сочного. Вот насчет третьего блюда купила вот такой шпинат с грибочками и думала делать что-то типа жульена с грибами. Но, наверное, я приготовлю завтра. А пока что нарезаю овощи. В классическом варианте это огурцы, помидоры, красный лук, можно еще добавить болгарский перец. Тоже очень вкусно. А у меня еще будет авокадо, потому что оно дает такой маслянистый привкус. О, класс, какая маленькая косточка. Прям повезло. Такое нежное и прям сладковатое. Помидорчики. И красный лук. У меня пока что жарится вторая порция рыбы. И обязательно кинза. Осталось только приготовить заправку для салата. Она делается на основе грецких орехов. Я просто без ума от этой заправки, но у меня грецких орехов немного, поэтому я добавлю немного миндаля. Грецкие орешки. И миндаль, он такой нейтральный. В фундук добавлять не буду. Мне кажется, не очень он к салату подойдет. А вот миндаль можно. И измельчаем. Орехи нужно очень хорошо измельчить, практически в муку. Но не дожидайтесь, пока начнет выделяться масло. Теперь к орехам добавляем воду. Сейчас вся масса должна немного побелеть. Чуть-чуть лимонного сока. Соль. Это так вкусно! Заправляю салат заправкой. Орехи впитали в воду, и она уже немного густая, но сейчас перемешается. Или можно просто еще воды добавить. Вкуснющий салат готов. Можно пробовать. Какая хрустящая рыбка. Я хочу хвостик. И сразу с соусом. Хвост чуть-чуть пересушила. Ну насколько вкусный соус! Просто советую на 100%. Не смотрите на то, что он такой водянистый. На самом деле он насыщенный, очень яркий. Не любите кинзу? Не добавляйте или замените на петрушку. Тоже будет вкусно, я думаю. И салат. Я недавно готовила такой салат, я просто обожаю его. Я уже в кинзу влюбилась, и ее доминирующий вкус для меня просто нечто. Но если не любите, опять же замените на петрушку, будет очень вкусно. Или можете вообще не добавлять зелень. Но самое главное здесь, это, конечно же, ореховая заправка. Очень классная, и советую добавлять именно грецкий орех. Вот такой ужин у меня получился. Сейчас буду наслаждаться всей этой вкуснятиной. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось что-то. Вы взяли для себя какую-то идейку. Все, я уже слова не выговариваю. Голодные, надо кушать. Спасибо, что посмотрели. Готовьте с удовольствием. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok